Очень красивые, очень стойкие, очень шлейфовые, очень комплиментарные. Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, я безумно рада вас приветствовать на своем канале. Друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о восьми арабских ароматах. Эти все ароматы очень красивые, очень стойкие, очень шлейфовые, очень комплиментарные. И также в этих восьми есть два новых нишевых арабских аромата, которые появились в моей коллекции. И я безумно этому рада, потому что ароматы действительно мне очень сильно нравятся. И, конечно же, я хочу вам о них рассказать. Но давайте начнем со старичков. Ajmal Amber Piment. Это очень бюджетный аромат, особенно если смотреть его в интернет-магазинах. Это замечательный аромат унисекс. Это аромат про специи, про зеленые ноты, про немного влажность, про древесность. Очень красивый, замечательным образом он раскрывается, на мой взгляд, именно в прохладную, такую даже немножко ветреную, дождливую погоду. Он достаточно строгий, в нем нет никакой саладинки. Он хорошо держится, это один из тех ароматов, которые периодически кочуют из моего парфюмерного шкафа в шкаф моего супруга и обратно, потому что пользуемся мы им вдвоем. Но если муж наносит его чуть-чуть, и у него холодная кожа держит ароматы его кожи просто с утра до самого позднего вечера, то я достаточно активно поливаюсь этим ароматом. И скажу честно, допустим, больше чем 3 дня мне сложно использовать этот аромат, потому что в нем есть такая, знаете, я бы даже сказала, звенящая немного специя, которая высверливает мне немножко мозг. Поэтому если не пробовали данный аромат, обратите, пожалуйста, на него внимание. Он очень красивый, он и на мужчину, и на женщину сядет прекрасно. Достаточно редко его сейчас у кого-либо вижу, но я считаю, его зря обходят вниманием. Аромат очень красивый, поэтому однозначно обратите на него свое внимание. Следующий аромат, о котором вам хочу рассказать, это тот парфюм, о котором я совсем недавно вам рассказывала. Это суперновый нишевый арабский бренд. Называется он Arabian Wind. И аромат называется Gliese. Это аромат на тему ганимеда. Если вы знакомы с ганимедом, то я уверена, что вы с легкостью сможете представить в своей голове, в своем восприятии, в своем носу, как должен пахнуть этот аромат. Но что его отличает от ганимеда, и что мне очень в нем нравится, это его мягкость. Я не могу носить на себе ганимед, потому что для меня он очень холодный, он очень острый, он какой-то очень резкий. К слову, супруг мой тоже не очень любит ганимед, но ничего против него и не имеет. Я, собственно, тоже. Просто это не совсем мой аромат. Что произошло с Gliese, это просто, знаете, какая-то любовь, потому что этот аромат мне очень сильно понравился. Сама тоже я его ношу. Он очень стойкий, он очень шлейфовый, он очень комплиментарный. Его нужно совсем чуть-чуть наносить, чтобы от вас шел просто километровый шлейф. И за ним прям действительно тянется, вере тянется. Аромат очень красивый. Для меня здесь, знаете, и минеральные ноты есть, и цитрусовые, и древесные. Какое-то вот водяное, водяное такое вот холодное, прохладное звучание. Я уже говорила, когда наносишь этот парфюм, дома ты находишься, да, в тепле получается, то ты не можешь оценить все его вот это вот прекрасное раскрытие. Но как только ты выходишь с ним на улицу, где чуть-чуть градус ниже, чем в квартире, то он как холодный глоток воды раскрывается. Замечательный аромат. Опять же, новый нишевый бренд. Я не знаю, честно говоря, можно его протестировать где-то именно офлайн или нет, но на рандеву он точно предоставлен, поэтому присмотритесь к нему обязательно. Аромат очень классный, тем более за свою, мне кажется, достаточно бюджетную цену. Следующий аромат, о котором также я вам уже прожужжала все уши. И честно скажу, я даже боялась знакомиться с этим ароматом, потому что я боялась, что он мне понравится. Это аромат, конечно же, от Amouage, аромат Sunshine, аромат про персики, аромат про османтус, про немножко табачность, про чуть-чуть кофейность. Очень красивый парфюм, который нужно наносить в микродозах. Кто-то его любит, кто-то его не любит, но он настолько яркий, он настолько сильный, он настолько мягкий, знаете, как какое-то вот персиковое варенье. Аромат очень красивый. Я очень люблю его использовать летом, но, знаете, совсем в микродозах, потому что, мне кажется, если нанести его достаточно большое количество, то он может просто задушить всех вокруг, включая вас. Поэтому с этим ароматом нужно однозначно знать дозировку, но с ним без внимания вы однозначно не останетесь. Поэтому, если не знакомы все-таки с этим ароматом, аромат очень популярный, мега популярный, то обязательно к нему присмотритесь. Также хочу сказать, что я делюсь на расписываниями ароматами. Все ссылки на группы в Telegram будут оставлены внизу в инфобоксе, либо я закреплю их в комментариях для вашего удобства. Дальше. Куда же я без Atar Collection? Это тот бренд, который, мне кажется, я практически все ароматы их люблю, потому что они хоть в какой-то степени и копируют некоторые популярные ароматы, но в них есть своя такая, вот знаете, свой почерк. У каждого бренда есть свой почерк. Вот Atar Collection мне очень нравится, какой почерк. Вот это вот свое характерное «я», но единственный, наверное, аромат, который я не могу носить вообще просто категорически, мне плохо прям реально от него становится, это маска шмира. Аромат очень мускусный, аромат очень стойкий, мега стойкий. Я наношу его обычно на постельное белье, и у меня постельное белье пахнет очень долго, и плюс сама комната, спальня пахнет очень долго. Поэтому с этим ароматом нужно быть осторожной, аккуратной. Но я знаю то, что люди многие его обожают, то, что считают его нежнейшим, чистейшим, но просто вот это вот не мой пассажир. Мускус именно, который там содержится, плохо на меня садится. В прямом смысле мне становится плохо. Но аромат, который я очень сильно люблю, это, конечно же, The Queen of Sheba, Королева Sheba. Это одна из интерпретаций девочки от Killian. Я сто раз тоже про этот аромат уже рассказывала. Очень его люблю. И когда изначально я его получила, он не отличался на мне какой-то супер гиперстойкостью, шлейфовостью. Но он со временем настоялся, и все его технические характеристики пришли в порядок. Потому что аромат очень красивый. Аромат, опять же, про османтус, про табачность. И он, знаете, он не такой мягкий, не такой плюшевый, как, например, омаж, если их сравнивать. Потому что что там, что там, персики и османтусы, абрикосы. Он чуть уже, знаете, тут здесь больше добавили табака. Но аромат потрясающий. Аромат всегда собирает комплименты. Но я бы с ним тоже, наверное, знала меру дозировки. Потому что он такой достаточно глубокий, такой насыщенный. И может, мне кажется, порой прибить. Я люблю его больше именно в холодное время года носить. Либо же в межсезонье. И еще один отар. Тоже я часто про него вам рассказываю. Мне кажется, у этого аромата огромнейшее просто количество поклонников. Также у этого аромата есть ненавистники. Это аромат, конечно же, Haltat Night. Это специфический аромат, который будет сидеть красиво на мужчинах и на женщинах. Тут мнения делятся. Кто-то считает его больше мужским. Кто-то считает его больше женским. Я считаю его, например, больше женским. Мой супруг считает его больше мужским. Но такой сладкий аромат он на себе категорически носить отказывается. У нас немножко с ним разное восприятие, разное предпочтение в ароматах. Это аромат на тему вишневого кальяного табака. И здесь именно, конечно же, печеное яблоко с корицей. И здесь табак, знаете, не такой душащий. Потому что мне одно время безумно нравился красный табак от Mansera. Но проблема в том, что мне пришлось продать данный аромат. Потому что я не могу его носить на себе абсолютно. Мне очень нравится, как он звучит. Я сейчас именно про табак говорю. Мне очень нравится, как там табак звучит, когда аромат практически выветрился. То есть вы, допустим, нанесли себе его на руку. 100-500 раз помыли руку. И легкий-легкий флер все равно остается на вашей коже. Но если конкретно наносить именно красный табак в, допустим, делать один пшик. Этого слишком много. Для меня это слишком тяжелый аромат. И, кстати, я читала также многие отзывы о том, что он очень красиво раскрывается в жару. Вот в жару это вообще было. Это было очень-очень плохо. Но сейчас я не о Mansera. С вами хочу поговорить о Haltat Night. Очень красивый. Опять же, для меня это осенне-зимний аромат. Он очень плотный. Он очень шлейфовый. И с ним тоже нужно знать дозировку. Слышал о том, что сейчас у Haltat Collection немножко качество поменялось в парфюмерии. То, что она не такая насыщенная, она не такая стойкая. Но здесь смотрите, что вам попадется. Поэтому я рекомендую вам искать именно староделов. Ну вот у меня стародел. И я безумно этому рада. Потому что аромат мега насыщенный. И мега вкусный. И красивый. Перед тем, как мы с вами перейдем к двум ароматам новым, которые появились в моей коллекции. Я хочу вам показать от этого же бренда, но аромат, который у меня достаточно уже давно. Это аромат, собственно, бренд сам. Robesque Parfums. Представлен он официально в ритуале. Так что вы можете спокойно сходить его потестировать, послушать, поносить, попробовать. Там очень красивый аромат. У них достаточно большое количество парфюмов. И они все, на мой взгляд, замечательные. Плюс мне очень нравится у них оформление. Они, кстати, идут в единственном размере. Это 50 мл и это экстракт. Так что аромата хватит на очень-очень долго. Единственное, что из минусов, я бы, наверное, отметила, это их болезнь колпачков. То есть вот это вот кольцо, которое должно находиться вот здесь. Оно, собственно, застревает в самой крышечке. Достать его потом оттуда невозможно. Ну, точнее, возможно. Но каждый раз вы будете сталкиваться с той проблемой, что у вас вот это кольцо будет застревать в крышке. Я, в общем, решила просто оставить ее там и не портить себе настроение. И как-то не заморачиваться сильно. Аромат ванильный, аромат сладкий, аромат фруктовый. Очень красивый, очень яркий, очень теплый. Я также люблю его именно в холодное время года. Всем любителям курманики определенно присмотреться к этому аромату. Он очень стойкий, он очень шлейфовый. И давайте перейдем к двум последним ароматам. И это новинки, горячие такие, можно сказать, очередные пирожки в моем парфюмерном шкафу. Давайте начнем с того аромата, который, опять же, у меня отжал супруг. И я сама им тоже в последнее время очень часто пользуюсь. Я уже говорила много раз, что я в большей степени... Ну, вы уже могли даже здесь заметить то, что я в большей степени сладкоежка. Я люблю сладкие ароматы. Но сладкие ароматы, у них есть такой момент, что ты достаточно быстро от них устаешь. И вот когда ты устаешь, хочется сделать какой-то перерыв. Хочется переключиться на какой-то либо нейтральный, либо свежий, либо абсолютно противоположный аромат. И для меня вот такой, знаете, отрезвляющий, грубо говоря, от сладости аромат стал аромат от Arbesque Parfums. И называется он Гека. Это аромат, опять же, из категории Ганимеда. Но это аромат, который безумно красиво раскрывается бессмертником, безумно красиво раскрывается цитрусовыми нотами, шафраном. Шафран здесь имеет такой, знаете, немножко йодистый подтон. То есть, действительно, йод ощущается, но эта йодистость уходит где-то минут через 10. То есть, немножко все-таки будет такой вот медикаментозный аспект в этом аромате. Дальше это все превращается в древесность. Здесь очень хорошо слышен черный перец и тмин. Меня в этом аромате очень цепляет именно черный перчик, который я ощущаю. Опять же, это аромат для мужчин, для женщин 100%. Он очень яркий, он очень стойкий, он очень комплементарный. Также мне очень нравится такой вот леденцовый флакончик, который... Оформление этого флакона, в общем, мне очень сильно нравится. И с этим ароматом тоже нужно иметь осторожность в плане дозировки. То есть, если я хочу ощущать от себя тонкий, какой-то ненавязчивый шлейф, то я наношу просто на затылок этот парфюм и кистями уже разношу его по шее. Собственно, на руках остается, на шее и на затылке данный парфюм. И тогда он никого не напрягает, тогда он никого не раздражает. И я все равно продолжаю наслаждаться звучанием данного аромата. Потому что, если такие громкие и стойкие ароматы, все-таки я провожу больше времени с ребенком, мне не хочется, чтобы какие-то я вот носовые рецепторы у ребенка раздражала. Поэтому я стараюсь все-таки со всеми практически ароматами иметь грань дозировки. Бывают, конечно, что борщу, но я стараюсь, чтобы такого не было. И еще один аромат от Арабеск, это Глори Маск. Я, честно говоря, даже не ожидала, что настолько мне понравится в носке этот аромат. У него, конечно же, замечательное вот такое вот оформление уже серебристого цвета, черная кисточка в тенденциях и традициях арабских ароматов. Это аромат про огромнейшее количество цветов. И здесь я очень отчетливо слышу мускус, который, кстати, по-моему, не заявлен. В пирамиде здесь и жасмин, и роза, и гордения. И знаете что, меня очень в этом аромате привлекает то, что я слышу здесь спелые, даже переспелые фрукты. В особенности я слышу здесь именно переспелый нектарин с кожуркой. Для меня этот аромат ассоциируется, безусловно, с летом и с белым цветом. То есть, мне кажется, этот аромат лучше всего будет сидеть именно с белым, может быть воздушным, может быть даже хлопковым платьем. Очень красивый аромат. Но и на повседневную жизнь, вот в любой я имею в виду другой сезон, я уверена, что можно подобрать образ, под который этот аромат будет сидеть прекрасно, потому что он стойкий, он нежный, он очень женственный. Конечно, когда он приближается к базе, он уже немножко начинает затихать. Он становится более уходовым. То есть, именно в базе я ощущаю здесь мускус. На старте, в середине я его не слышу. Но когда аромат уже окончательно усаживается на кожу, то здесь я слышу мускус. Не знаю, есть он здесь действительно или нет, потому что периодически не все бренды публикуют свою полную пирамиду. То есть, какая-то изюминка, какая-то тайна все равно остается. В звучании, в композиции, точнее, в пирамиде аромата очень мне понравился. Поэтому тоже, если любите цветочные, нежные, такие воздушные, немножко успокаивающиеся к базе, ближе подходя аромат, то обязательно к нему присмотритесь. Также, кстати, собирает массу комплиментов. И для меня это аромат нежной женственной чистоты. То есть, есть такая порошковая чистота, а есть вот нежная женственная. Вот это нежная женственная чистота. Поэтому тоже присмотритесь к данному аромату. На этом я с вами буду прощаться. Огромное вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Я вам рассказала о самых своих любимых именно арабских ароматах. Но если вдруг не пробовали, то обязательно обратите на них свое внимание. На этом я буду с вами прощаться. Огромное вам спасибо за внимание. Огромное спасибо вам за ту отдачу, которую я от вас получаю, за те эмоции, которые вы мне дарите. И я надеюсь, что я вам тоже дарю позитивные, приятные эмоции. На этом я вас обнимаю, целую и пока-пока.